И снова всем привет! С вами Леторн, и мы продолжаем прохождение игры Тирания. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами создали мир, посмотрели на настройки игры, создали персонажа и, собственно говоря, только-только начали. Вот, мы сейчас загружаемся, посмотрим, продолжим восхищаться игрой, потому что пока она мне нравится, вот так же, наверное, как Пиларсов Этернити, вот те самые мурашки, ребята, я думаю, вы знаете, о чем я говорю, вот те самые мурашки, они есть, и это очень круто. Круто то, что такие игры, как Тирания, они сейчас снова становятся популярны, да, то есть изометрические, классические RPG, в которых есть как множество развитий, возможностей по развитию персонажа, так и возможностей по отыгрышу роли, красивому, интересному, сюжету захватывающему. Вот это очень важно, то, что такие RPG сейчас появляются, потому что, к сожалению, из современных RPG, наверное, кроме Ведьмака, ребят, реально нечего вспомнить, то есть, ну вот, совсем. Как-то этот жанр, он, ну, с Кайрем мы не говорим, он уже давненько довольно вышел, да, хотя его, в принципе, можно переигрывать и сейчас. Но, реально, игр интересных, вот таких вот их довольно мало. Сейчас вот происходит как раз возобновление этого, и это очень хорошо, то, что и современные игроки, да, они как бы смотрят на эти игры, им интересно, они их покупают, и разработчики, соответственно, делают эти игры. Вот это очень круто. Всем побольше старой школы. Прям вспоминаются те времена, когда были еще, еще не было даже интернета, да, когда игры переписывали с дисков или покупали их на дисках. Вот тогда я познакомился со своей самой первой RPG. Это была It's Windale, вторая часть. Вторая, потому что первой ни у кого диска и знакомых не было. Вот я в нее начал играть. Я помню, как меня тогда восхитила идея того, что заставка начальная, да, вот окно, где можно там начать новую игру и так далее, она меняется от времени суток у вас, да, то есть там, если вы ночью играете, то там загораются факелы, огни. И вообще эти самые вот первые впечатления фэнтези мира, это очень было интересно. Ну, давайте вернемся к прохождению игры. Давайте еще посмотрим немножко на настройки. Я хотел посмотреть скорость прокрутки, скорость перемещения камеры, вот ее можно чуть больше сделать. Радиус поднятия добычи, максимум, частота голоса, задержка перед появлением подсказок. Так, ну вроде здесь все. Еще по управлению, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, а у нас R куда-нибудь привязано или нет? Похоже, что нет. Просто привал как раз был бы R и было бы очень удобно. Вот так. Хотя, подождите, давайте перепроверим, на всякий случай. Потому что я уже знаю такие случаи. Так, здесь нету. Здесь F1. Можно интерфейс убирать, Ctrl-H. Нет, все нормально. R нету. Значит, привал у нас будет на R. Все. Отлично. Так, и мы вернемся к взаимодействию. Значит, валун. Первый вариант. Протиснуться между камнями. Как можно быстрее протиснуться между камней. Либо же 30 атлетика. Сдвинуть валун. Не давить всем весом на валун, преграждающий путь, пока он не сдвинется. Давайте используем. Опа. Вот валун. Сдвинулся, и у нас произошло с вами. Произошло с вами переход в бой. Ну, поехали. Ага, отлично. Одного сдвинуло. Одного убило валуном. Это замечательно. Ранили. Раскол. Так, вот здесь можно смотреть. У нас есть лог боя. Что очень хорошо. Есть ли какой-то откат? Перезарядка 19 секунд. Ага. Так, двоечка уже подоспела. Я не могу. Отлично. Понизили ему броню. Слабое зелье исцеления у нас есть. Отлично. Отлично, вроде бы справились. Давайте вернемся. Там наша спутница где-то была. Она куда-то убежала, что ли? Не совсем я понимаю. Или это она и есть? Каменный щит. Странно. Куда наша спутница делась, непонятно. Гродик солдата с солнцем. Каменный щит. Не трати на меня время. Идите дальше по дороге. Здрастус. Солдат хватается за живот и морщится. Из-под его пальца выглядывают внутренности. Ты ранен, причем серьезно. Он смеется сквозь сжатые зубы. Это царапина. Я десяток раз видел в два раза хуже. Он сгибается от боли, трясась и покашливая. Если ты позволишь мне помочь. Я сказал, что в порядке. Солдат со стуном качает головой. Грейвен Аша хранит. А вы идите дальше и помогите другим. Грейвен Аш, архонт войны, может защитить своих солдат от усталости и ран. Эта защита сработает, если он далеко или спит. Даже если он далеко или спит, если вообще когда-либо спит. Слухи противоречивые. Мало кто понимает, как работает магическая сила, но всем, кто сталкивался с опальными, бою свидетельствуют, что солдаты Аша могут выжить после тяжелейшей ран. Ран, не считая с усталостью и голодом, а также совершать долгие переходы в тяжелую доспеху. Если опальный ранен, защита Аша, так некоторые называют уникальные силы архонта, судя по всему, помогает ему подняться и вернуться в бой. И не закончить разговор. Ладно, так, лут мы подняли. Нужно смотреть, тут ничего нельзя. Похоже, нет. Так, ходячая смерть. Воскрешение при поражении. Так, смотрите, тут у нас что-то тоже происходит. Попробуй поймать меня, черк. Молодая Алая Фурия пиашет между нападающими из гвардии Вендриенов, уплоняяется от их оружия с плавной изящностью. Она кивает вам в знак приветствия. Солдат Солнца. Запыхавшийся солдат, а врага бросает взгляд на своего земляка. Она просто безумная. Слишком опасно так продолжать. Обойдемся малой кровью и уходим. Ха, Вершитель Судеб. Здесь, здесь, в последнее время. Здесь, чтобы присоединиться мне, вставить этих мудроцов из их мизерии. Ты серьезно? Я пришла, чтобы выскорить вас в кемпе, когда... Ох, черт! Убивай сначала, вопросы потом. Ты шутишь? Я пришла проводить тебя до лагеря, когда... Проклятие! Может, сначала убийство, а потом к вопросу? Она едва успевает пригнуться, чтобы уйти от клинка солдаты гвардии. Похоже, тебе не помешает моя помощь. Похоже, тебе не помешает моя помощь. Похоже, тебе не помешает моя помощь. Фуга. Я не нежный цветок, но мне не помешает еще один клинок. Солдат солнца. За королевство гребень! В атаку! Солдаты гвардии вендрейнах поднимают свое оружие и идут вперед. Так, у нас тут новое обучение появилось. Способности. Так, ну способности мы, по-моему, характеристика быстрота. Так, это мы знаем. Далее. Восстановление. Всем персонажам, союзникам и противникам требуется восстановление после каждого действия, совершенно в бою. Положительность восстановления зависит от персонажа, оружия или брони, которому он снаряжен. А также от вида атак, заклинания и способностей, которые он применил. Так. Ну, понятно. Критическое попадание. Тоже понятно. Так. Ну, ладно. Вот, смотрите, теперь у нас есть два уже человека. Спутники. К вашему отряду присоединилась фуга. Так. Она умелый боец, обладающий хорошими навыками к ближнему, так и дальнему бою. Чтобы отряд был успешен в бою, по мере добавления новых спутников, вам предусматривается тщательно балансировать их сильные стороны, относительно сильных сторон своего персонажа. Вы можете путешествовать в одиночку, но это понятно, в общем. Так. Теперь в вашем отряде два персонажа, и оба не выделены. Значит, любые выданные вам приказы будут касаться их обоих. Чтобы выбрать одного бойца, ну понятно. Так. Так, 1 и 2 можно использовать. Думан спутника можно управлять напрямую или включить ИИ, чтобы этот спутник атаковал и использовал свои способности автоматически. После включения ИИ, в любой момент, выбрать его приказать атаковать любого врага или использовать способность. Если щелкнуть в правую кнопку ИИ, отображаются настройки ИИ для бойцов вашего отряда. Ну вот, а где оно тут? Вот это что ли? Нет. Так, а где ИИ? Построение, припасы для привала. Ага, вот. Защита отряда по умолчанию. По ведению ИИ. Хорошо. Тенсор с клинками или лучник. Пускай будет лучник. Так, ну давайте посмотрим, как получится это у нас использовать. Вот. У Фогги есть несколько способностей, связанных со стойками, которые дают различные преимущества. Стойки относятся к модальным способностям. То есть, можно их выключать и выключать. Можно использовать только одну стойку, но это мы уже знаем, в принципе. Поехали. Поехали. Буду веку. Поехали. Поехали. Поехали, маленькая беда. Задание обновлено. Добро пожаловать в развалины. Я могу сказать, что ты не провели конкурс в дипломатах. Кстати, меня зовут Фугой. У нас есть дела поважнее, чем знакомства. Эти гвардейцы Вендриенов, которые мы убили, пришли не одни. Она показывает на стычку, которая разворачивается в проходе внизу, качая головой. Почему гвардия Вендриенов нападает сейчас? Моё мнение? Гвардия Вендриенов проверяет наши силы в бою. Узнаёт, как мы сражаемся, чтобы подготовиться к настоящему наступлению. Это или они действительно, действительно десантны, чтобы пройти на море и не смогли ждать до ночи. Моё мнение? Гвардия Вендриенов проверяет наши силы в бою. Узнаёт, как мы сражаемся, чтобы подготовиться к настоящему наступлению. Либо они отчаянно хотят перебраться через горы и не могут подождать до захода солнца. В бою ты как ураган. Какая у тебя должность в армии? Алая Фурия. Это элитные убийцы нашей бесславной банды. В лагере ты встретишь немало таких, как я, но пусть это тебя не вводит в заблуждение. Мы редкая порода. Большинство солдат Алого Хора это просто-напросто фермеры и дети с ржавыми вилами. Так ими легче управлять. Голоса Нерата созвал своих лучших солдат на эту осаду. Видимо, в колодце Вендриенов что-то важное. Не спрашивай меня что. Архонт не имеет привычки разбалтывать секреты. Ступить в бой. Готовь, если ты готова. Игорь! Я люблю это. Прежде чем мы идем, ты можешь рассмотреть в средства наших сладких комрадов. Где-то они находятся, я уверен, что они будут потерпевать их буты. Тем не менее, какие-то рюки или какой-то полезной айрон, которые могут покрыть. Валюта во всех известных землях Тератуса. Всеобщая распространенность и простота ношения быстро сделали кольца удобной для всех единиц и торговли. Даже в тех королевствах, где не поддерживают Меркариаса. То есть, здесь деньги в виде колец. Вы помните, если на этапе генерации мира видели это? Я тебя понимаю, просто и практично. Ни за чем скорбить по погибшим. Ни за чем скорбить по погибшим. Не исключено, что скоро мы еще им будем завидовать. Но сейчас хотя бы насладимся тяжелыми карманами и теплыми ногами. За голоса Нерата! Фуга морщит лоб и сосредотачивается на предстоящей битве. Так, хорошо. Ну давайте обыщем трупы. Сломанный шлем. Дротик снова. Так, бронзовый топор. Шлем малых фугий. Звери исцеления. Свиток малый сигил про стирающейся хватки. Я не обладаю осколки стеклянного фиала. Так, давайте посмотрим инвентарь. Что у нас тут получается? Так. У кого? У кого эти все вещи делись? Не понял что-то я. Я ж только что вроде подобрался. Нет. Так, свиток с заклинанием. Ну это понятно. Общение со спутниками. После того, как ваш спутник присоединился к вашему отряду, вы можете в любой момент поговорить с ним, выбрав значок разговора на его портрете. У каждого присоединившегося к вам спутника будут важные сведения о мире Тиратуса и собственное мнение касательно фракций и различных ситуаций. Понимание их отношения к различным событиям позволит вам принимать решения, которые улучшат вашу репутацию в глазах соответствующего компаньона. Компаньоны также будут вмешиваться в разговоры с другими персонажами. Ответы на их замечания изменят вашу репутацию с этим компаньоном и другими спутниками. Хорошо. Комплекты оружия. Так, хорошо. Что-то почему-то я не могу понять, но с инвентарем у нас как-то все плохо, ребята. То есть, где она? Только что вроде бы что-то подобрали. А куда она все делась, я не понимаю. А, вот, в тайник отряда, смотрите. Так. Раз. Дротики нам не нужны. Сломанный шлем тоже не нужен. Бронзовый топор. Так. Одноручное оружие. И неплохо бьет вроде бы. Хорошо. Так. Плюс 0,67. Плюс 2 точности. Так. А шлем что нам дает? Плюс 1% отражения и немножко точности. Вот так вот. Мы теперь тоже фурия. Ладно, поехали. Так. А, сюда получается вниз. Да. Повозки в кучу сваленное оружие и доспехи. Каждый клинок трачен ржавчиной, а доспехам явно требуется починка. Убежали еще наши ребята. Походу. Так, что-то висит. Диалог начинается или что-то такое и почему-то игра немножко будет внизу. Интересно, часто ли такое будет происходить. Ага, вот есть. Таркис Демос. Только вперед, не отступать! Воин гвардии Вендриенов ревет, размахивая Фальксом. Но за шлемом боя его почти не слышно. Фалькс – это непереходящий символ военной жизни в ярусах. Вот, то есть, поняли ситуацию, да? Адромированный из сельских серпов лазурь и этот изогненный клинок в прошлом был оружием крестьян, которым пришлось сражаться. В прошлом столетии все меня полюбили это оружие, и с тех пор все серьезно настроенные воины гвардии Вендриенов научились им владеть. Благословенность увеличивается в гвардии Вендриенов. Ты, он замечает вас и узнавание отражается на его лице, примиритель с прошлой войны. Если ты вновь пришел говорить о мире, то ты, кажется, опоздал. Вот, то есть, поняли ситуацию, да? То, что мы тогда примирили их, когда создавали мир, вот это сейчас нам сыграло. Сдавайся, возможно, нам удастся обойтись без кровополития. Когда мы нарушили обет сложить оружие, мы знали, что на этом закончится и то малое миросердие, и то доброе отношение, что силы Кайроса были готовы нам выказывать. Теперь пути назад нет. Он хмурится, качая головой. Помню, ты старался помочь, но теперь ты пригождаешь нам путь к свободе. Ничего личного. Вершитель судеб. Я верно расслышала? Может, ты плохо понимаешь, зачем мы здесь? По его знаку, солдаты бросаются в атаку. С юга внезапно доносится пение, и это привлекает его внимание. Подкрепляем талого хора! Быстрее! Ага, то есть, наши ребятки сюда пришли. Здесь снова подвисает. Охочащее пламя. Догоняйте клятва преступников! Никто не должен уйти! Из толпы в красном, спешащей на подмогу с южной стороны, появляется певчая кровь. Ее резной посох пульсирует багрянцем. В воздухе она чертит магические символы, безвычно шевеля при этом губами. Воина в гвардии Вендриенов окутывает красное сияние. Магия певчей проникает в их разум и ослепляет жарды крови. Таркес Демас. Держитесь! Вы там! Не сходите с пути! Воин машет рукой вдоль тропы, ведущей по ущелью. Но его солдаты уже не видят никого, кроме алого хора, и орут охваченной яростью. Нет! Не вступайте в бой! Нам надо спешить! Но его приказы пропадают в туне, и воин нехотя обнажает оружие. Так. У нас снова война. Так. Что у нас здесь с комплектами оружия? Так. Лук яростников. Всё. Пускай она стрелами воюет. Пускай она стрелами воюет. Так. Комбо спутников. Если у вас есть спутники, вы можете использовать уникальные и мощные способности, так называемые комбо спутников. Они позволяют персонажам действовать одновременно и с невероятной эффективностью. Попробуйте использовать комбо способность Кровь на камнях против Тарксисадемаса. Кровь на камнях. При активации способности комбо спутников, вы увидите, что значок над головой каждого персонажа будет установлен на одну и ту же способность. Комбо начнется тогда, когда все персонажи выйдут из режима восстановления. Исчезнет голубой кружок вокруг значка способности. А давайте попробуем. Так. Кровь на камнях. Координация атаки с фугой. Она сбивает цель с ног, а вы добиваете ее сильной атакой, вызывающей кровотечение. Отлично. А, прикольно, смотрите. Да, реально крутая способность. Ранение. Когда боезы отряда получают урон, он теряет здоровье. Что отображается с уменьшением значения соответствующего индикатора рядом с его портретом. Когда запас здоровья спутника снизится, он получит ранение, и индикатор станет красным. У раненых персонажей сняется максимальный запас здоровья. Ну, короче, мы знакомы с этим. Мы сделаем. Я сделаю твою скалу, не по твоей боже. В общем, ребята, пока игра виснет на диалогах немножко, как вы видите. Я надеюсь, что это исправят ближайшим патчем. Бегун полумесяца. Идем скорее, у нас проблемы на утесе. Они захватили командира. А лутать что, мы не будем? А, это они убежали. Ладно. Так, давайте тогда пойдем полутаем. На пике насажено несколько облоданных пальтощиками, выбеленных солнцем черепов. Это единственный герб, который нужен Алому Хору. Плюс один к искусности. Повязка на голову. Так. В общем, по умолчанию можно все в хранилище отправить. Это очень удобно, ребята. Так, я бы, честно говоря, даже побольше поставил все-таки скорость прокрутки. А, так я не сохранил его почему-то. Так. Вот это же лучше. Так, смотрите. В этой телеге аккуратно сложены оружие и доспехи. Каждое копье заточено, смазанное и готово к бою. На изорванной ткани палатки кровью намалеван символ Алого Хора. Залатать зияющие дыры никто даже не пытался. Ладно. Давайте обыщем здесь все. Кайрос приказал стереть из людской памяти изначальный символ Легиона Апальных. Уже более века Апальные с гордостью носят свой старый знак, изображая его перечеркнутым. Неборост. Так. Что там в чате было? Любующийся сигилом Апальных? Я кое-что в этом смысле. Это говорит... Правильно. Теперь нужно только будет привыкнуть к нашему интерфейсу новому. Так, смотрите. Космо. Что ты творишь? Ты плечешь ко мне внимание. Прячется чувак. Зачем-то. Так. Ботинки. Ботинки пригодятся. Давайте посмотрим, что они себя представляют. Плюс 0,5 броня, плюс 0,75 дробящий. Но меньше восстановления, отражения и защиты при выходе из боя. А тут у нас как дела с ботинками? Есть у меня вообще ботинки? Плюс 1 отражение, меньше восстановления. Так неплохо все равно. Так, ладно, продолжаем. На изорванном знамени изображен перечеркнутый знак Апальных. Их оригинальный символ утрачен. А Грейвенаши никогда не искал ему замены. Предпочитает отрогнутый знак всем другим. Пелокстирл. Бросьте оружие, или мы сейчас узнаем, как долго человек орет, пока падает в эту пропасть. Зажатый между обрывом и отрядом разозленных солдат, воин, клятвый преступник, держит в заложниках офицера Апальных, угрожая ему ножом. Перекончите его! За меня не волнуйтесь! Грейвен Аша сбережет! Офицер Апальных морщится, кровь струится из шов на ручей и кирасы. Хохочащее пламя. Слышишь, что он говорит? Сам же просит тебя пустить в дело ножичек. Ты с чего ждешь? Особое разрешение? Пелокстирл. Этот нож веским движением и срезает прядь спутанных волос Драстуса. Если тебе так не терпится, чтобы я прикончил твоего союзника, подойди ближе. Так, Атлетика 30. Завоевание. Я Алиторн, мое имя должно быть тебе известно, как и то, что я человек чести. Прошу, дай мне нож. Гнев увеличивается, Алый Хор. Благосклонность увеличивается, Апальные. Ты, посланец Тунона? Какое-то время он пристально смотрит на вас, потом расслабляется и опускает нож. Если поручишься за мою безопасность, я... Договорить он не успевает. Копье, брошенное мерткой рукой, пробивает легкое. Солдата, кинувшись на Тирала, как только он убрал оружие, приканчивает к летопреступника. Драстус. Оглушенный, но живой, драстус, отпускает глубокий вздох и поднимается на ноги. Я обещал пощаду этому человеку, а вы выстрели у меня лжецом. Гнев увеличивается, Апальные. Так эти шавки только твердую руку и понимают. Нельзя им доверять и... Я думал, вы тут гордость с севера. Не смейте позорить меня так. Вот, значит, как Апальные себя ведут, когда нервничают, говорит хохочущее пламя. Дорогой Драстус, когда ты закончишь трястись и очищать панцирь от фекалий, расскажи своим солдатам о том, как положено выполнять приказы. Удивительные дни настали. Я чувствую себя здесь единственным ответственным человеком. Прикольно. Драстус, хвала Кайросу. Этот клятвый преступник сражался так, точно его обуяла ярость Кайерна. Драстус, дрожащий рукой, касается порезанной горли. Спасибо, вершитель. Я уж думал, конец мне пришел. Так, что за ярость Кайерна? Кайерн, гороподобный архонт камня, сопровождал Апальных в ходе завоевания ярусов. Его норов и склонность к разрушительным решениям часто делали его помехой планомерному завоеванию, но от его сил нельзя было так просто отказаться. Во время кампании в Лазури Кайерн взбунтовался и объявил себя независимым от Кайроса. А завоевание незаконным. Чтобы усмирить непокорного архонта, Кайрос сотворил Эдикт Камня, и ныне окаменевшее тело Кайерна покоится среди руин Лазури. Судя по всему, они решили, что если хлынуть на перевал всем скопом, то может хоть один проскочит, но нашли на трупах куски пергамента, говорит Драстус. Драстус протягивает вам при горшне мятых обрывков пергамента. Ты человек грамотный, должен разобраться, что тут к чему. Так, ну мы знаем, что мы грамотные. Рассмотреть пергамент. Используя разную письменность, документ повторяет одно и то же. Гвардия Вендриенов хочет свергнуть архонтов Кайроса и вышвырнуть их армии за пределы ярусов. Никому конкретно это послание не обращено, но всех, кто остался предан молодым королевством, приглашают собираться в колодцы Вендриенов. Это рекордский набор. Они пытались созвать в себе еще больше предателей. Драстус. Судя по всему, мы помешали им сбежать из долины. На что бы они не рассчитывали в дальнейшем, я полагаю, теперь их планом конец. Архонты ожидают тебя. Когда будешь готов, выходи через юго-восточные ворота и иди по тропе вниз по склону. Через пару часов будет лагерь. Костры видны издалека. Не пропустишь. Хорошо. Через юго-восточные ворота. Так. Уздание выполнено. Так. Давайте, короче, вот так. Вот так. Давайте посмотрим, что мы тут получили. Кольцо какое-то. Браслеты быстрых пальцев. Плюс один к быстроте дает. Давайте дадим нашей лучнице. Так. И у нас есть еще бронзовый файк с почетных стражей. Больше урона, меньше восстановления, меньше пробивания брони. А тут... Больше так. Давайте только не лук. А на сравнении с луком. А с вот этими мечами. Красные реки. Больше урона. Больше урона, но меньше восстановления. Ладно. В принципе, пока такое... Свиток тоже пока отправляем. Нам он не нужен. Так. Р6, насколько я помню, сохранение. Да. Так. Аврора. Аврора. Вершитель судеб. Аврора приветствует вас воинским салютом. Вы почтены в вашем присутствии. Что-нибудь нужно? Попиши мне ситуацию в колодце Вендрия. К этому преступники удерживается за деле в середине долины. Ту, которая построена вокруг основания шпиля. Аврора указывает на башню, виднеющуюся вдалеке на востоке. Вон там. Река Матани была нашей самой серьезной проблемой во время осады. Войска в доспехах смогут перейти ее только в паре ключевых участков. А враг знает об этом не хуже, чем мы. Я знаю, что мы продвинулись бы намного дальше, если бы Алый Хор задействовал свою так называемую численную силу, чтобы переправиться через реку и подавить врага. Аврора не одобрительно смотрит на фугу. А пока нам нужно медленно занимать долины и продвигать линию укрепления опальных, потому что они выполняют здесь настоящую работу. Фуга. Потому что все, что нужно, чтобы перейти реку под гладом стрел, это численность. Если бы опальные действовали побыстрее, то может гвардия Вендриянов не была бы так хорошо подготовлена к сражению с нами. Так говорит фуга. Знание 300, условия не выполнено. Так. Фуга права, нам не хватает взаимодействия. Гневой лечится опальная, верностью лечится фуга. С обеих сторон, уверяю. И мы ничего не добьемся, если будем грызться из-за неудач в прошлых боях. Сколько ты же служишь в рядах опальных? Семь лет, она делает паузу, чтобы посчитать на пальцах. Два сезона и, может, еще несколько дней. Я недолго потренировалась в форте решимость перед завоеванием. По сравнению с командирами в этом лагере или железном очаге, меня можно считать новичком. Этот поход был долгим и изнуряющим. Наконец, уже близко. Скоро мы снова починим кредо преступников, и тогда сможем отдохнуть, потренироваться и снова увидим свои семьи. Что ты можешь сказать о гвардии Вендриенов? Они – последний вздох молодых королевств. Среди них есть воины, которые сбежали из засады города Бастарда, и много беженцев из других завоеванных земель, и группа местных жителей колодца Вендриенов, которые возомнили себя независимыми. Эти южные бродяги не равня хору ни по оружию, ни по численности. И что на тератусе вообще придало им такое нахальство, что они посмели бы запунтоваться и выступить против нас? Видело ли что-нибудь интересное на войне? «Я однажды видела, как кузнец, скованных горном, поджег себя. Профессиональный риск. Неприятный был день. Один из многих, честно говоря. Я не видела, как ты провозгласил Эдикт Бури, но видела, как на оплот обрушилось уничтожение и забрала несколько кагордопальных с собой. Она зажмурит глаза и качает головой. Ладно, мне пора идти. Она стучит рукавицы по нагруднику, отдавая воинское приветствие. Приятной осады, вершитель!» Так... Давайте с каменным щитом поговорим. Майран уже затягивается. Спасибо за помощь. Так, вроде бы со всеми переговорили. «Чистая вода с лес королевы Лекарии обернулась кровью в момент вторжения армии Кайроса». Хорошо. Так, что эти ребятки нам скажут? Железный ходок. «Вершитель судеб, рада, что ты с нами. Никогда не узнаешь, готов ли сражаться представитель Тунона, пока не начнется бой». Она кивает с одобрением. «Ты и вправду можешь постоять за себя». Каменный щит. «Жегоплечь и опальня дают вам честь». Спасибо Кайросу за это. В последнее время мы только болтаем, а надо бы дело делать. «Архонт войны планирует наш следующий шаг. Хочешь, чтобы он поспешил ради твоего нетерпения?» Старший офицер хмуро смотрит на подчиненную сквозь прорезь в забралишем Лена. «Никак нет, госпожа. Грейвы наши хранит». Она дающаясь крепко сжатым кулаком. «Просто я жажду увидеть гвардию Вендрейнов, погребенной под собственными стенами». «Что-нибудь нужно?» «Почему вы не возобновили штурм?» «Потому что Алый Хор плевать хотел на планы великого генерала. Потому что они не выполняют свою часть работы. Они должны были использовать численное превосходство для организации патрулей и изматывания врага. Как по мне, так они специально осторожничают скляваться преступниками». Она впечатывает кулак во скрытую ладонь. «Даже если б хористы нас и послушали, они в принципе не умеют выполнять приказы. В Алом Хоре нет субординации. Это кучка шаек, режущих друг другу глотки. Чтобы дорваться до власти. Насрать на приказ опального для них – признак высшей доблести. Если можно так выразиться. Расскажи мне об опальных. «Мы – элита армии Кайроса. Истинная его гордость. Лучшие солдаты Севера. Мы – стальной кулак владыки, выкованный в огне войны. Если хотите сравнения, то регион опальных – это меч, качественно выкованный, идеально острый, отполированный до зеркального блеска». Она прочищает горло. «Алый Хор же – словно вытащенный из болота ржавые виллы. Они эффективны, когда их много, но в плане мастерства ничего из себя не представляют. Грейвы наши храничи. И что вы прошли?» «Куда-то давно, в одном из боев, я вырвалась из строго в строй фаланги и побежала на врага. Получила копьем в живот. Силам Архонта понадобилось больше половины дня, чтобы меня заштопать. Это стало для меня важным уроком». «Я схлопотала удар молотом в голову, когда служила в лазуре», – это другая говорит. «Все, что я помню о том моменте, это звон в ушах и ощущение трескающегося черепа от уха до макушки. Я пришла в себя несколько часов спустя. Лекарь сказал, что у меня в мозгах застрял кусок шлема. Она выпрямляется. Мой знак отличия и напоминание. «Мы всем обязаны великому генералу. Он дает нам силы сражаться тогда, когда другие бы отступили, и силы стоять, когда другие бы рухнули». Фуга. «Вот дерьмо надутое. В одном насчет опальных правду говорят. Слишком уж много среди них, стукнутых на голову». Она фыркает и скрещивает руки на груди. «Ты не веришь в защиту Аши?» «Верю, просто не считаю, что это правильно», – отвечает Фуга. «На войне смерть – это урок, а выживание – награда сама по себе. Если Аша хранит каждого солдата, самые слабые будут занимать место в фаланге, на котором могли бы оказаться воины получше». «Грейвы Аши дает своим солдатам возможность учиться, возможность стать лучше. Твоя правда, Аши потакает слабостью своих солдат. Верность увеличивается. Причем повсеместно. Эти железные вояки любят порисоваться своей храбростью. Только вот я как-то прокралась ночью в флаге, и все, что я слышала, – это как взрослые люди плачут во сне». Так, я еще хотел немножко шрифт повысить, все-таки как-то вот маловато, маловато. Так, графиков, размер шрифта. Давайте. 120% сделаем. Вот так. Получше уже. Так. Хохочущее пламя, Драстус. Давайте с ними поговорим. Пленник говорит, его зовут Таркис Демос. Драстус с протяжным вздохом пастухи дает поиску пальцами в латной перчатке. Тогда тут нет ничего сложного. Он умрет. Его семейство пользуется авторитетом в гвардии Вендриенов. Если мы его прикончим, это деморализует всех его родичей, оставшихся в живых. В него увеличивается алый хор. Хохочущее пламя. Всем должен быть предоставлен шанс. Мак Хора осекается, узнав вас, и глаза ее распахиваются во все шире. Ты? Все ясно. Ты вновь явился с тем, чтобы лишить нас того, что наши по праву? И как же мы должны сражаться, если нам нельзя принимать свежую кровь? Драстус. Мы бы позволили вам брать пленных, но вы не можете их контролировать. Вы отправляете этих рекрутов патрулировать, а они не возвращаются, дезертируют. Я не могу позволить, чтобы эти глупости продолжались. Хохочущее пламя. А я настаиваю, чтобы этот кревотовый преступник был доставлен голосам не рада. И это заводит нас в тупик. К счастью, тут имеется вершитель судеб. Пусть он и разрешит наш спор. Хохочущее поворачиваться к вам и рисую медленно растягиваться в ожидательных нотах. Ну, что скажешь, как поступить с пленным? Да. Тут такие ребята прям серьезные выборы, как видите. И нет заданий. Так, либо казнить его, либо рекрутировать. К нему увеличивается алый хор. Благосклонность увеличивается опальная. Ярусникам доверять нельзя, говорит Драстус. Разбойники, воры, шлюхи. Все до единого. Первый раз мы с ними слишком милосердно обошлись. Драстус кивает одному взводу поблизости. Свяжи его покрепче. И пусть посмотрят друг на дружку, пока гниют на санцепеке. Не буду тебя больше задерживать, вершитель. Я знаю, у тебя в долине полно важных дел. Развеса дает вам честь, железно-владные перчатки ударяя себя в грудь. Во славу Кайросу! Так, ну вот мы, короче, разрешили какой-то спор, да? Давайте поговорим, кто тут космет. Вершитель судеб. Какая честь? Послание суда Тунона в нашей скромной обители. Тебе нужны припасы? Торговка энергично похлопывает ладонью паящих. Тогда ты пришел в самое правильное место. Чего тебе сегодня угодно? Она широким жестом обводит свои товары. Как идет торговля? Ну, мы тут стоим, чтобы солдат обслуживать, и никакой прибыли. Так велел Арчианд Бронз. Но когда наконец выйдем из долины, я буду торговать, как сочту нужным. И очень надеюсь, что год выдастся утучным. Владыка запрещает вымогательство на дорогах, и это хорошо, потому что в прошлом у меня поборы почти весь доход съедали. Чем дальше едешь, тем дороже платишь. Надеюсь, у тебя есть право торговать товарами? Я, эээ, видишь ли, вершитель судеб. Торговка склоняет голову на бок и почесывает шею. Надеюсь, что так. Мне дали какие-то писульки. Из-за корзин с провизией она достает тубу со свитком. Но в буквах-то я не сильна. Только цифры, к смыслу, сам понимаешь. Покажи. Конечно, добрый вершитель. Она со задачным лицом протягивает вам пергамент. Вы просматриваете документ. Он дает неограниченное право торговли в тулу. Женщина обязана снабжать бойцов перед боем, а остальное время может торговать на ярусах зеленом, медью и оливками. Откуда все эти бумаги? Арчан Буэнс приобрел эти документы по моей просьбе. У порученцев Тунона, насколько мне известно. Ее лицо выражает глубокую заботу. А что, есть проблемы? Вроде все в порядке. Само собой, она подмигивает. Мы применяем грязные приемы, но войне... Нам, наверное, на войне... Но это не значит, что мы и в торговле ими пользуемся. По крайней мере, не всякий раз. Кстати, в твоих документах. Так, вроде все в порядке. Ну, то есть я так понимаю, что мы можем ей наврать, да, и сказать, что типа не в порядке, и тогда может она нам цены снизить или что-то такое. Ну, неплохо. Но мы же, в принципе, все равно пытаемся доброго, наверное, отыгрывать в этом злом мире. Покажи, чем ты торгуешь. Так. Треник отряда. Давайте продавать там, что у нас там был. Сломанный шлем. Осколки стеклянного фиала. Агат. Повязка на голову. Так, там была еда. Куда можно вернуть? Дротики продаем. Мы не кидаем их. Сейчас смерть. Это особый вид грибов, споры которого способны воскресить употребившего. Остановите ему небольшой запас здоровья, если съесть их до того, как упасть в бою без сознания. То есть, вот так вот, если ты их... Ммм, интересно. Защельный камень, телезащита. Так, давайте посмотрим, что у него продается. Что вообще есть такого? Малые посохи какие-то. Это посохи есть. Вот это для магов. Бронзовые мечи. Так. Хуже, чем то, что у меня. Кожаный баклер. Одинаковые. Припасы для привала нам не нужны. Хорошо. Так это кто? Охочащее пламя. Мы поем гимн боли. Член Орды. Победа будет наша. Это кто? Бегун полумесяца. Если кто-то из хора будет застрелять хлопоты, дайте мне знать. Я готов проломить пару черепов. Так. Давайте посмотрим на карту. Смотрите, карта зажимается, и тогда она открывается. Так, как интересно. Уже не ключевых персонажей. Интересных мест. Так, магазин. Ну, понятно. Время от времени магазины обновляют свой ассортимент, поэтому проверяйте их почаще, чтобы узнавать о новых предметах наличия. Памятник королеве Ликарии, Аврора, Брастус, Руины Эль-Джерина. Так. Это мы, получается, что вот здесь вот. Это вот здесь пуманно. Да. Не могу сделать это. Ага. Куда они идут? Ага. Я понял. Так. Это и есть ворота, получается, юго-восточные. Драссу сказал, что тебе можно пройти. Наш командир довольен твоим прибытием. Покончи с этим, кто-то говорит тут. Таркес Демас. Это ты. Таркес Демас обвисает на колу. Народ полон закрывшейся крови. Прикончи меня, умоляю. Убейте его. Ты свой отмучился, я исполню твою просьбу. Вы заносите один стремительный удар крема в сердце, лишая его жизни. Не совсем понятно, почему у нас первым подходит не наша, не наш главный. Так, выбрать всех членов. Переключение режима скрытности. Построение. Ладно. Так, эти уже мертвые. Мы, получается, либо можем сюда пойти, либо можем обойти и посмотреть на вот это вот место. Что это у нас тут такое было? Можно сделать это. Карабкаться по стене. Стена начинает засыпаться, создавая удобное для восхождения выступа. 300-летико. Использую отверстие в стене для подъема. И там мы найдем сейчас сундук какой-то. Не могу сделать это. Ага, заперто. Так, она хочет с нами поговорить. Не могла не заметить, как ты смотрел на символ опальных, которые тут по всему лагерю. Это не символ, так. Вообще-то у меня есть другие вопросы. Хорошо, я слушаю. Лария не знает. Все тебе нужно. Так, ладно, поговорим позже. Так. Не случилось. Эмм... У нас нужна астроумия. Так, а где это? Астроумия или как она-то? А, навыки оружия. Так, активное воздействие. Не могу найти. Значит, это магия так. Здесь нужно хитроумие. И оно 39 должно быть. У нас нету 39, ни у одного получается. Ладно, запомним, что здесь можно что-то залутать. Атаковать, я так понимаю, что нельзя, да? Ну-ка. Да, атаковать сундуки, похоже, нельзя. Не могу сделать это. Не могу сделать это. Да. Не могу сделать это. Так, а где же мы тогда встретим вора, который можем открыть? Ну ладно, узнаем потом. В крайнем случае мы запомним, что там что-то есть. Просто мы туда пока не можем добавиться. Так, давайте почитаем дневник. Задание. Добро пожаловать в развалины выполнено. Так, воля завоевателя. Кайрос требует, чтобы в колодце Вендренов была одержана победа. Ваша задача, как решителя судеб Тунона, заставить Эдикт Кайроса, Архонтом, Опальных и Алого Хора. Им придется подавить в повстанство как можно скорее, иначе все в долине, как враги, так и союзники умрут. Так, отправляйтесь на юго-восток через форт Эджеринг и посетите лагерь Опальных, где Грейвы наши встречаются сейчас с голосами не рады для обсуждения страти. Хорошо. Так, что у нас тут еще есть? Создание заклинаний. Вы не изучили ни одного Сигила типа Ключи. Исследуйте мир, чтобы находить таинственные магические символы, которых можно использовать для создания заклинаний. Для создания заклинаний вы должны знать как минимум по одному Сигилу Ключа и выражение. То есть, ребята, мы можем как-то создавать заклинания. Какие-то послания. Ну ладно, заполнил. Так, вот мы здесь. Ройны Джеринг, расположенные на западе Гребня, являются воротами в поле Свиндриенов. Давно войска Караса превратили их в полноценный гарнизон, готовый отразить атаки повстанцев, отчаянно пытающихся выбраться из колодца. Ну, мы направляемся в лагерь Опальных. Этот форт был выстроен вскоре после того, как мятежники пришли к западному краю долины. Архон Грейвы наши отправил сюда все силы Опальных. Три часа за минуту путешествия. Снова долгая загрузка. Для создания заклинаний нужны как ключ, так и выражения. Ключевые сигилы определяют тип заклинания, огненно исцеляющие и прочее. Тогда как сигилы выражений, форму, касание, ауру, разряд и так далее. Хм. Интересно, то есть здесь можно создавать заклинания и менять их как бы по своей идее. Так, вот мы появились где-то в локации новой. Бери то, что можешь унести, а повозку оставь, иначе мы тебя арестуем, а все товары конфискую. Давайте пообщаемся с ними. Бегу им полумесяца. Приветствую, вершитель. Дозорные опальных кивают, заметив вас. Лагерь дальше по дороге. Не обращай на нас внимания, у нас тут чернь разбушевалась. Стерлинг Хэгнон. Я до сих пор не понимаю, что я сделал не так. Я понимаю, что это теперь земли опальных, и я с радостью плачу положенную подать легиону. Но теперь она что-то говорит о разрешении на торговлю. Что это за бред? Теперь без разрешения нельзя менять одну вещь на другую? Я еще понимаю, если бы я недовольным крестьянам оружие продавал. Владыка контролирует всю торговлю. Если у тебя действительно нет разрешения, то товары конфискуюсь. Так, или же можно... Давай так. Разрешение на торговлю? Что это за... То есть, а кому мне обратиться за таким разрешением? Бегу им полумесяца. Это не мы придумали, и это не наша проблема. Можешь отправиться прямиком в город Бастард и изложить свои соображения о Тунону. А мы тебе поможем. Избавим от товаров, чтобы долгая дорога полегче показалась. Так. Все, что может рассудить Тунон, могу рассудить я. Благосклонность уменьшается опальная. Что тут обсуждать? Повесь этого пса, да и дело. Воительница останавливается, прикрывая рот с рукой. Но если горшитель желает рассудить нас, то мы, конечно же, выслушаем его. Воительница прокашливается и испытывающий смотрит на вас. Это дело опальных, но я знаю, как любят разбрасывать с осуждениями работники суда. Вы можете меня ограбить и забрать тележку с припасами, говорит Стерлинг. А можете отпустить, и я вам целый год буду хмельной мед возить. Торговый застает из тележки бутылку. Я даже умею готовить зелье лечения, обезболивающее по семейному рецепту. В армии такие товары на расхват. Он вытаскивает пробку из кармического сосуда, и вокруг расходится запад гвоздики и шерстяного воска. Так, есть беззаконник, хитроумие, знания, ходник. Эти товары необходимы для нашей компании. Торговца надо оставить в покое. Но у него нет разрешения. Ты позволяешь этому низкородному червяку наживаться, а когда он должен трудиться, как все остальные покоренные ярусники. Вершитель, ты вправе разрешать наши споры с хором, но это дело уже не в твоей власти. Так. Но в моей власти выписать ему разрешение на торговлю. По вере, он очень пригодится легиону. Благосклонность уменьшается. Ты и так защищаешь этих ярусников? Хорошо, да будет так. Можешь не тратить пергамент. Она подходит к Хэгнану и пихает его одной рукой. Можешь торговать, только знай, что если ты сделаешь хоть одну ошибку, то мы насадим твою голову на кол в назидание другим. Вас понял, госпожа? Торгуясь низко кланяться. Вы оказали мне великую милость, и я вас не подведу. Буду снашать этот лагерь из-за всех своих скромных сил, говорит Стерлинг. Я признателен тебе по гроб жизни. Я-то уж думал, что меня ограбят и бросят помирать в канаве. И это вместо того, чтобы поблагодарить за отмененные товары. Что ж, впредь буду вести себя тихо и незаметно. Вот так, ребята, вот смотрите, то есть наша задача иногда судить, а это очень круто, интересно. Вот, мы принимаем решения, которые, возможно, зачем-то потом последуют. Ну, давайте с ним пообщаемся. Постой, я знаю, что нам обоим интересно смотреть, как Архонты привлекаются из-за тактики, как пара срок, но я сначала должна у тебя кое-что о чем спросить. Это говорит Фуга. О чем? Голоса не рада сказал мне, что ты выступишь в качестве посредника, чтобы примирить стороны. Учитывая источник этой информации, ну, я почти уверен, что услышала только половину правды. Так что давай говорить начистоту. Что в тебе такого особенного? Откуда такая подозрительность? Просто мне так кажется. Когда Архонты вместе, обстановка становится натянутой, словно струна. Не могу избавиться от мысли, что никакой компромисс не заставит их помириться. Тогда зачем приглашать переговорщика из суда Тунона? Что-то тут не так. Как ты думаешь, почему Архонты в ссоре? Я был осалым хором с первых дней завоевания, поэтому могу сказать, что к этому постепенно шло уже несколько лет. В этих двух есть какая-то такая энергия, а не как пара бурь, которые сходятся и вот-вот столкнутся. Я слышала, что у Грейвена Аши и голосов Нерата была какая-то ссора в Северной Империи, но не знаю никаких подробностей. Я задействую свои полномочия, чтобы усмирить Архонтов. Это именно тот настрой, который сможет направить эту компанию в нужное русло. Правда, не завидую тебе. Заставить их пойти навстречу будет примерно так же легко, как научить ураган кланяться. Во всяком случае, похоже, ты знаешь, что делаешь. Так. А что еще голоса Нерата сказал тебе? Только то, что я смогу найти тебя в руинах Аджеринга. По правде говоря, я могла бы найти тебя в толпе. Ты единственный из нас, кто не провел последние несколько месяцев, купаясь в вонючей речке Матани. Она смеется, но несколько натужная. Я пришел право возгласить Эдикт Кайроса. Верность увеличивается. Тогда все совершенно ясно. Учитывая, как долго осада обременяет армии, могу понять, зачем Кайрос отправил тебя с Эдиктом. Чтобы ускорить дело. Ты читал его? Ты знаешь, что в нем написано? Архонты должны взять Зал Вознесения до Дня Кайроса Локтя Мечей. Или все погибнут. Так, Зал Вознесения. Зал Вознесения традиционно называется Тронный Зал Королев Гребня. Трон располагается прямо под горным шпилем в самом центре сцедели колодца Вендриена. Во время завоевания Кайросом земель Ярусов, вы явились в Зал Вознесения как представитель владыки, чтобы вести переговоры о капитуляции Гребня. Ваши усилия, сдобренные терпением, привели к тому, что Королева Аланта Вендриен согласилась капитулировать. А, мы здесь были, да. Что за день Кайроса? 26 число каждого месяца или локтя День Кайроса. Это день празднества и отдыха для всякого жителя Империи Владыки. Каждый день Кайроса, последний день локтя и называется по его имени. Например, День Кайроса Мечей, 26 день локтя мечей. Да, да. Так, ну, в общем, отвечаем ей. Еще один повод для вражды Архонтов. Что ж, спасибо, что рассказал. Если Кайрос метнет нас в какую-нибудь молнию, то предупреди меня, когда пригибаться. Мне действительно пора на встречу с Архонтом. Палатка штаба чуть дальше середины лагеря. Она кивает на северо-восток. И еще одно. Будь начеку возле этих опальных. Они принимают твою работу всерьез и почти всех слишком много били по голове. Ну, блин. Вообще, как бы я больше за опальных, чем за них. Ну, да ладно. Я думаю, что на этом мы серию сейчас с вами закончим, потому что время, к сожалению, уже к концу подошло. Вот мы можем, кстати, переименовывать. Заметьте. Это очень удобно. Ну, а на сегодня это все. С вами был Реторн. Спасибо за просмотры. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. И до следующей серии. До свидания.